Всем привет дорогие друзья, с вами First One и сегодня мы будем играть в приложение под названием WarMix ВКонтакте. Итак, я уже 100 лет в него не играл, когда-то давным-давно заходил, смотрел что это за игра, еще до того как начинал снимать видео. И поэтому, когда я сейчас зашел в игру, мне дали вот такую награду с возвращением, уж не знаю сколько я отсутствовал, но действительно долго. Что же, что из себя представляет WarMix? Ну во-первых, это чем-то старые добрые знакомые всем червячки, правда вот когда я первый раз начинал играть, мне не особо понравилось то, что я именно проводил какую-то ассоциацию со старой знакомой игрой и мне не понравилось, что здесь управлять надо только одним червячком, а не целой оравой, как это было раньше и как это было весело. Но, понятное дело, продукт совсем другой, даже вот сейчас в игре закрыли скин простого червячка, то есть теперь нету такого обыкновенного червячка, я правда слышал, что у тех, у кого он был, он остался, я не знаю, где можно посмотреть, здесь наверное. Так, нет, это что-то другое. Так, нет, смотрите, у меня кажется его отобрали, тоже какой-то простой пес вместо червяка, который был изначально в игре. Ну, это и понятно, наверное, авторские права на червячков не куплены, и поэтому использовать чужие идеи как бы полностью нельзя, надо что-то менять. Ладно, ребят, давайте посмотрим, что из себя представляет игра, у меня есть тут какие-то непройденные миссии и есть возможность сражаться с другими игроками. Давайте, наверное, начнем с миссии. Так, в этой миссии меня научат использовать инструменты. Такие, как бур, чтобы прокапываться вниз. И такие, как сварка, чтобы ломиться сквозь стены. В миссии, конечно, ничего сложного нету, она же все-таки простая и обучающая, и по-моему, когда-то давным-давно я уже прошел все обучающие миссии. Видно, эту добавили уже позднее, поэтому она у меня открылась. Переходим к следующему заданию. За них ведь дают деньги, а на деньги мы сможем потом прикупить какое-нибудь оружие. Итак, мы будем использовать мины, базовое и очень полезное оружие. Выбери мину в рюкзаке. Да, мины это, наверное, самая страшная вещь в игре. Потому что обычно, ну вот как я заметил, как проходит сражение. Мы сражаемся один на один, как правило. И все чаще сводится к тому, что противник выкладывает сразу несколько мин, а потом толкает вас на них. Таким образом, можно легко победить игрока за один ход, так и не дав ему что-либо сделать. Ну, по крайней мере, так выглядели в свое время бои новичков. Так, теперь тебе нужно взорвать мину, не потеряв ход. Аккуратно приблизься к мине, и как только она запищит, отойди обратно. Теперь берем биту, и этого парня, похоже, надо выпнуть отсюда. Отлично, еще одна миссия пройдена. Получаем 40 монет. Что ж, у нас уже 784. Давайте посмотрим вообще магазин, что бы мы хотели купить. Я бы хотел купить динамит, я бы хотел купить двухстволку, да я бы много что хотел купить. И я бы хотел купить биту, да, вот с которой мы сейчас бились. Это все-таки очень полезная вещь, если надо кого-нибудь просто одним ударом куда-то отправить далеко, и желательно в реку. Что еще у нас имеется? Так, ну что вот это все за оружие, я даже не знаю. Наверное, будет проще потом посмотреть, когда его будут использовать против меня. Можно купить себе бур, но давайте, наверное, покопим на динамит. Тем более, что копить осталось недолго, всего лишь пройти какую-нибудь одну миссию. Итак, теперь у нас все миссии простые. Разведка, ликвидация, сражение. В каждой из этих миссий нам придется сражаться против бота. Давайте попробуем самую сложную. Там, по-моему, может быть и бот будет поумнее, и у него, по-моему, если я не ошибаюсь, будет побольше очков жизни. Меня изначально загнали в какую-то яму, вот бот может сюда спокойно мины всякие закидывать, наверное. Ну давайте попробуем с базуки, с учетом ветра. Стрельнем в самый верх. Не, все-таки глупая это была затея. Наверное, проще было бы вот это пробить. Ну, парень тут уже ко мне прокапывается. Ну, а мы будем копаться ему навстречу, что нам мешает. Так. Ну-ка, ну-ка. Вот тебе. Ну, слава богу, наш противник мажет. Так, ну а мы пока что расширим эту яму. Плохо, что мы изначально попали в такое положение, что не можем сразу добраться до нашего оппонента. Так, и теперь попробуем как-нибудь все-таки его достать. Что у нас вообще есть в инвентаре? Мины, базуки, УЗИ. Это что такое? Самонаводящаяся ракета. Так, давайте просто с базуки, наверное, шандарахнем и не будем заморачиваться. Правда, вряд ли попадем, но холм ему поломаем. Следующим ударом с базуки я бы его достал. Против ботов играть довольно-таки просто. Они мажут, используют стандартное оружие, но все равно он может меня победить. Прыжок. Первая кровь. Командир. И, наверное, самое главное, что боты долго не думают. С ними не соскучишься. Так, давайте, может быть, гранатку попробуем для разнообразия ему туда закинуть. Так, ну, я, конечно, тот еще мазила. К игре надо привыкнуть. Я зашел впервые за долгое время, и все же надо как-то приноровиться. Как сильно кидать, на какое время выставлять таймер. Так, что, с базуки мы в него попадем? Может, с ружья один выстрел, чтобы пробить гору? Нет. Идея была не самая лучшая. А он сейчас опять у нас попадет с базуки и снимет нам хп. Слушайте, да мы тут проиграем, наверное, этому парню. Может, сходить к нему в гости? Хотя, наверное, это тоже не самая лучшая идея. Ладно, бог с ним. Надеюсь, я не ударю сейчас перегородку. И будем надеяться, что наш противник промажет. Но не тут-то было. Попадает точно в цель, и мы все-таки проигрываем. В любом случае, даже за поражение мы получаем 5 монет. Возвращаемся в меню, и давайте попробуем то же самое, только сыграть, допустим, против легкого бота. Посмотрим на разницу. Ну, вообще, с легким ботом все легко, на то он и легкий. Можем подобраться к нему вплотную, поставить какой-нибудь динамит, или даже вот мину. Хорошо, что на этой карте мы можем все-таки подобраться к нему вплотную. Прыжок. Первая крот. Так, а что, я не могу, я же мог бы какое-нибудь оружие поменять, разве нет? Видать, после того, как взрыв уже произошел, и его подранило, я уже ничего не смог сделать. Ну ладно, мы пока что идем на равных. Ммм, здоровье. Можно, кстати, ради интереса попробовать. Не, не будем. Нет у меня никакого интереса. Вот, на тебе, получай, а я поползу вверх. У него все-таки остается 6 хп. Он меня сейчас может в воду скинуть. Но он же дурак. Так бы скинул. Так, погоди у меня. Ну что, что с тобой сделать, парень? А давайте тебе просто гранату поставим. Вот так, прыжок. На 5 секунд. Прыжок. Прыжок. Вот тебе. Победа! Ммм, получаем наши заслуженные 30 монет. Возвращаемся в меню. Посмотрим, у нас есть 800 монет. Зайдем в магазин и прикупим себе бесконечный динамит. Теперь мы можем использовать его когда хотим и сколько хотим. Ну а теперь, наверное, давайте сходим на арену. Посмотрим, что из себя представляют бои между, как бы, настоящими игроками. Тут, наверное, меня порвут на британский флаг. Кстати, смотрите, есть бои с боссами, да. Можно в одиночку, можно сражаться с другом. Есть какие-то супер-боссы. С 7 уровня можно сражаться втроем. То есть, каждый сам за себя. Можно с 11 уровня сражаться двое на двое. Ну, в общем, интересно. Есть где разгуляться, только до этого надо еще дорасти. Давайте попробуем уже простую дуэль. Один на один. Так. Ну, как я говорил, в бою с другими игроками часто применяется тактика наложить побольше мин и толкнуть туда врага. Правда, время ограничено. Так, нет-нет-нет. 15 секунд у меня всего. Так, ну, я не знаю, я только одну мину положил. Потому что я еще нуб, совсем новичок. И, смотрите, от нее толку-то большого от этой мины не было. Она взорвалась, так и не задев нашего противника. Ну, будем надеяться, что противник такой же новичок, как я, и особого вреда мне не нанесет. Так, он потратил свои два выстрела и даже ничего не сделал. Давайте посмотрим, что было в этом ящике. Так, здесь бур. Ну, вот у нас сейчас, по-моему, неплохая возможность открывается наложить тут мин. В яму. Вот, например, так. Две положил. По идее, должен был три. И возьмем ружье и попробуем парня этого туда оттолкнуть на мины. Итак, это наша победа. Получаем мы деньги, но, смотрите, получаем немного, да? Получено 12 монет. Причем, для того, чтобы поучаствовать в бою, мы же должны ставку сделать. То есть, мы ставим 15 монет. И если не повезло, то мы проигрываем 15 монет. Если мы все-таки выиграли, то получаем 12. Таким образом, получается, что зарабатывать средства в обычных поединках на арене не очень-то выгодно. Куда выгоднее выполнять простые миссии разведки, ликвидации или сражения. Единственное, что я бы сказал, что их же количество ограничено. Вот пять боев я проведу, да, сейчас. Здесь я неплохо заработаю. Ну, а дальше уже остается только сражаться с другими игроками. И ждать, пока будут доступны новые поединки. Ну, а пока что давайте, наверное, зайдем в дом. Я вообще тут за кадром посмотрел, маленько побегал по меню. Посмотрел, что очень много всего интересного. То есть, мы можем улучшать уже приобретенное оружие. Не знаю, как именно. Улучшенный прицел, урон каждой пули увеличен на 5 единиц. Только для этого нам нужны всеразличные материалы, которые можно встретить в игре, которые могут также падать на карту из ящиков. Также можно комбинировать вещи. То есть, мы можем прикупить, да, если я не ошибаюсь, сломанный меч, тотем огня и прочие вещи. И собрать из всего этого эмблему вормикса. А, нет, это также надо эмблему скомпоновать, да, то есть, тоже использовать. И тогда мы сможем собрать крутой меч. В общем, все это интересно. Со всем этим надо ознакомливаться, смотреть отдельно. Также я заметил тут такую интересную штуку. Не знаю, что это. Но вот здесь можно взять себе наемника. А, кажется, понял. Видно, можно прикупить за 500 монет наемника, и он увеличит мое здоровье на 20, если не ошибаюсь. Черпак. Атака 10. Или он просто как наемник. Вы получаете наемника с базовой экипировкой. Уровень наемника с ростом вашего уровня не меняется. Ну, не знаю, что значит этот наемник. Но интересно посмотреть. Правда, чтобы прикупить себе наемника, нужно 500 монет. А если я хочу нанять друга, то все зависит от уровня друга. Вот нанять друга 30-го уровня стоит 1300 монет. Также в местном магазине помимо оружия можно прикупать себе различные головные уборы или оружие в руки, которые также увеличивают показатели нашего червячка. Да, эти предметы еще, как мы и видели, можно компоновать между собой и получать какие-то более мощные артефакты. В общем, есть где разгуляться, есть чем заняться. Ну, давайте, наверное, отправимся еще раз попробуем на арене провести сражение. Ну, самое выгодное, наверное, вот это сражение. Да, тут все-таки награды выше всех. Количество врагов от одного до двух, что может быть и два врага. Как интересно. Ну, наверное, в моем случае это двух врагов не будет. Давайте все-таки попробуем. Попробуем исправить наши ошибки. Попробуем победить. Да что ж такое, ребят? Вы что, шутите? Два врага? Вы серьезно? Да еще при всем при этом у одного из них 200 с лишним здоровья. Так, все, я сюда в ложбинку прячусь. Не, двоих я не осилю. Может быть, вот как раз наемник, если бы у меня был наемник, возможно, я бы сейчас мог здесь управляться сразу двумя червячками. Опа, ничего не выходит. Опа, выходит полная попа. Так, ну ладно. По крайней мере, мы продолжаем лупасить по чуть-чуть. У него вообще 200 хп было. Теперь меньше. Но я думаю, ребят, я тут не справлюсь. Двоих отдадеть, ребят, это тяжко. Так, я могу, конечно, мины поставить, но вот... Е-мое. Так, ну вот мы его потрепали неплохо, на две мины его насадили, но он еще и жив-здоров. При этом у него 46 здоровья. Мне в какой-то мере везет, что их два вот сейчас, потому что стрелял мужик. Мужик где-то далеко, мужик меня не достал. Так, а что это вообще за звездочка? Опыт. Так. Если я встану сюда, я, наверное, успею удрать. Надеюсь. Потому что если нет, это будет великий фейл. Вот, отлично. Первого червяка побороли. Остается еще против нас мужик. Настоящий такой мужик, у которого 177 хп. Е-мое, как ты умеешь делать? Но от этого толку-то мало, да? Сколько ты мне? 8 урона нанес. Так, у меня есть что-нибудь в инвентаре? Так, у нас есть, есть, есть. Есть портативный телепорт. Только я вряд ли его смогу закинуть. Но если смогу, будет неплохо. Да не, куда я его закину? Господи, чего смеяться? Ковровая базука, обычная базука. Надо как-то прочищать к нему проход. Ой, я ковровый все-таки стрельнул. Я же хотел обычный. Смотрите-ка, на этот раз куда больнее. 55 урона, он почти от нас ничего не оставляет. Так, я смогу пролезть тут? Не смогу. Слишком жирноват. Так, ну вот не могу я туда добраться, к парню. И нету, да, у меня ничего такого. Кстати, сварка. Интересно, если я ее воспользуюсь. Интересен мне был тот момент, что могу ли я ходить после сварки. Похоже, что нет. И парень меня все-таки уничтожает. Ну, надо было какую-то другую тактику принять. Мы проигрываем. Так, бонусный опыт. Три опыта плюс один бонусный. Получаем пять монет. И возвращаемся в меню. Не, все-таки у меня как-то то ли навыка не хватает, но сражение, похоже, все-таки не для меня. Давайте попробуем средний вариант. Ликвидация. 150 хп у меня. 145 хп у нашего врага. Можно сказать, что мы обладаем преимуществом. Так, здесь у нас горочка. Здесь мы начнем закладывать наши мины. Так, ну ладно. Еще одну, наверное, я безнаказанно поставить не смогу. Зато смогу динамит ему под задницу положить. Одна вот мина осталась лежать. Ну, парни, уже 21 хп. Нам особо-то с ним заморачиваться не надо, да? Смотрите-ка, молодец, хорошо ударил с базуки. Но толку в этом никакого. Сейчас мы его одним махом, одним ударом накроем. Так, где у нас базука наша? Ветер нам в лицо, но это не важно. Если мы полностью разогреем базуку, то он труп в любом случае. Итак, это победа. 40 монет получаем. Сразу же следующий бой. Нам надо зарабатывать. Так, ну вот тут интересно. Враг в ложбинке. Я могу, наверное, к нему прокапываться. Или могу попробовать какую-нибудь гранатку туда забросить. Давайте. Таймер на 5 секунд. Правда, из меня снайпер. Тот еще. Но, смотрите-ка, вроде попали. Нет, промазали. Ну, рядом с ним взорвалось. Да толку в этом никакого. А он сейчас, наверное... Да, вот эти его базуки, которые простреливают всю карту, они мне просто покоя не дают. Он меня еще сейчас и победить таким образом может. Так, а у меня такого нету. Сверляющая ракета. Так, у меня тоже она есть. Только я, наверное, так точно, как враг, не смогу. Так, что? Хорошо или плохо? У нее есть поправка? То есть она будет падать, наверное, помаленьку. Вот так, наверное, ее стрельнуть или так? Ой, господи, вообще никак. Ну, ладно. Все это приходит, ребята, с опытом. То есть... А, так я ее, наверное, еще... Там же тоже, наверное, определяешь силу выстрела. И я ее просто не нагнетал. Могу ошибаться. Или просто одно нажатие. Просто надо делать поправку на силу притяжения. И на ветер. Да, вот, неплохо. 63 урона. И на этом у меня сверлящие заряды заканчиваются, да? Ну что ж, давайте раскурочим им там с простой базуки. Так, а это мы что подняли? Что это такое? А, веревка. Отлично. У нас, правда, времени не остается на все это дело. Так, а как отцепиться? Ё-моё! Ну что ж, типичная ошибка новичка. Ребят, не судите строго. Я первый раз играю в эту игру. Что ж, еще один бой. Наш враг где-то на кактус забрался. Высоко, далеко и не хочет, чтобы мы его достали. Ну, давайте помаленьку начнем к нему туда прокапываться. Он, наверное, нам тоже оттуда ничего особо не сделает, если сильный ветер в нашу сторону не будет. Смотрите, какую ерунду творит. Ну, с ними такое иногда бывает. Не знаю, что он хотел. Так, следующим ударом он, наверное, еще и вниз упадет, если я ему пол сломаю. Слушай, парень, ты чего в небо полежишь? Так, вот мы взяли еще одну веревку. Я не знаю, надо бы вообще веревку прикупить. Вещь-то полезная. Так, ну и ветер сильный. Он, наверное, если сильно разогреть, он нам не помешает. Блин. Ветер-то нам не мешает, но вот наше косоглазие. Смотрите, он просто палит в небо. Да что он делает? Что у него за программа? Он, наверное, не видит способа по мне попасть, и поэтому просто стреляет в небо, я не знаю. Да и я не лучше мажу без конца и края. Так, ну вот, на один выстрел и у нашего Ностордамуса осталось здоровье. Будем надеяться, что мы сейчас не промажем. Отлично, еще 40 монет в нашу копилку. Что, на следующий бой у нас есть возможность? Да, есть. Так, ну тут, я думаю, знаете, есть один хороший вариант. Не знаю, сейчас попробуем, получится или нет. Так, а веревок у нас нету, у нас же где-то были. Нет, веревок у нас нету. Что ж, это плохо. Ну ладно, попробуем сделать следующим образом. Так, мы тут маленько заминировали, а теперь просто ударим по нему и будем надеяться, что он упадет куда надо. Можем даже, кстати, с ковровой базуки, но зачем ее тратить? Она у нас, похоже, не постоянная. Одна мина осталась целой. Мог бы сейчас просто-напросто добраться до него, подложить ему какой-нибудь динамит, но мне мешает вот та положенная мной мина. Епучая граната. Ну что ж, давайте будем надеяться, что мы попадем куда надо. Главное не переусердствовать. Миссия пройдена, получаем еще 40 монет. Что у нас там дальше? Астроном, у которого 166 здоровья. Астроном, ну и что нам с тобой делать? Как бы нам так в тебя попасть? Не, все-таки промазали. Ну, так и думал, что не получится перекинуть этот... А вот враг наш попадает. Два точных выстрела. Так, ну теперь это-то попадем. Довольно слабенько, да, ему прилетело. А вот он сейчас нас с базуки навесом. И попадает. Слушайте, не-не, все идет очень плохо. У нас уже 36 хп. Там вон есть аптечка, но что-то мы до нее не допрыгиваем. Так, ну все, он сейчас меня одним махом добьет. Если, конечно, не промажет, он куда-то далеко пошел. Не, он не мажет. Так, давайте вернемся в меню. У меня, по-моему, один бой, да, еще доступен. Ну ладно, давайте еще один бой. Вообще, наверное, проще всего было бы самые легкие. Выполнять уж с ними бы я не проигрывал. По крайней мере, мне так кажется. Так, поступим в этот раз просто. Без всяких изощрений. Положим парню динамит и пойдем отсюда. Ну вообще, по идее, я хожу первый, он ходит вторым. Враги... Так, господи, дайте мне отсюда выкарабкаться. Вражеские боты не используют какие-то такие страшные вещи, как там кучу мин положить или еще что-то в этом роде. Кстати, а вот я могу, могу просто вот сюда с обрыва накидать. У меня, правда, время тикает. 5 секунд, 5 секунд, 5 секунд, торопимся, торопимся, где базу? Да что ж такое? Ну вот и все, его порвало на части. На самом деле, у нас и не было этой необходимости так много мин накидывать. Ему бы и одной хватило. Ладно, возвращаемся в меню. Следующий бой нам недоступен. Мы уже потратили все очки. Поэтому давайте, наверное, отправимся. Кстати, вот следующее очко появится через минуту 49 секунд. Отправимся и еще раз сразимся с другим игроком. Так, нам подобрали цель. Сражаться мы будем против Левы. Лева, похоже, матерый калач. Он ходит первым. Слушайте, ну и он по мне попал. Там использую как-то ветер и вообще... Так, довольно-таки четко легла его базука. Ох ты, ё! Не ожидал я, что она взорвется. Ну, это называется неумение определять расстояние. И посмотрите, какая незавидная у нас ситуация. У меня 93 здоровья. У Левы 143. И что я ему сейчас смогу противопоставить? Он просто и незатейливо бьет с базуки и падает в яму. Так, нам... Нас только мина спасут. Но вот если я так кину... Да ё-моё. Не, у меня все вообще из ряда вон плохо. Из рук вон и... Не знаю. Короче, все ужасно. Ну, чего ты ждешь? Просто убей меня. Слушайте, как интересно. Он мог меня просто добить с базуки. А вместо этого он делал какую-то... Какую-то ересь, я бы сказал. Мне бы его как-нибудь в овраг скинуть. Так, ладно. Я сейчас, наверное, полную глупость делаю. И правда, полная глупость. Ну что ж, вот... Вот так вот и у нас выглядит игра Вормикс. Конечно, тут надо поиграть, приноровиться, научиться делать какие-то нормальные вещи, а не такую ерунду, как я. Но давайте еще один бой проведем с соперником. И, наверное, разнообразие оружия позволяет все-таки делать все различные комбинации. Я пока что... Я многие вещи-то даже не знаю. Что у меня там в инвентаре есть, и что с этим можно предпринять. Вот знаю, как пользоваться тем, что было в оригинальной игре Вормс. Так, что-то сервер затягивает с подбором противника. Так, давайте вернемся пока что в меню. Ну и, кстати, давайте вернемся в наш дом. Тут есть ссылка на наше оружие. Итак, УЗИ. Это, я так понимаю, пулемет. Это что за звездочки? Но, к сожалению, когда я на них навожу, я не могу ничего почитать. Я думал, что можно будет сейчас посмотреть и определиться с оружием. Ну, что ж, раз нет, так нет. Давайте просто отправимся в поединок, а там уже по ходу боя посмотрим. Так, мы ходим первыми. Ну, вот я хотел посмотреть, что это за звездочка. Сюрикены. Так, надо что-то выбрать. На самом деле, я зря потерял время. У меня была очень удобная сейчас возможность вот сюда наложить мин. Ну, давайте хотя бы одну, может быть, успеем. Блин, с моей скоростью можно и не успеть. Так, ну, мы врага все-таки перекинули, но и поставили мину между нами. Он сейчас не сможет к нам вплотную подойти, как-то что-то сделать. Не, ну, смотрите, он ведет себя, как идиот. Это точно человек? Потому что, ну, смотрите, я, как думаю, у него, видите, какой-то скин не такой, как у меня. То есть, он, видать, не первый раз играет. Прикупил себе какой-то скин и должен бы, по идее, творить разумные вещи, а не всякие нелепости. Мы побеждаем, получаем 12 монет. Ну, и на этом, ребята, наверное, я закончу нашу игру в приложении по названиям Вормикс. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. С вами был 11101. До новых встреч, друзья!